Всем приветики! Одна булка распласталась, но это еще не булка, а вторая булка в коридоре. Вот она, булка! Батон! Батон разлегся, разлегся, давай и лежит. Что такое? Без тебя тут тискают кошку? Спросила у Алисы, какая сегодня погода. Она сказала, что сегодня до 10 градусов тепла. Это круто, это классно. Вот сейчас даже утром плюс восемь. Да что ж такое? Бегащи, 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 бегащи. Почесать не буду. Мне уже собираться надо ехать. Почесуныки тут с утра. Фиг вам! Народная индийская изба. Еду с работы. Вчера ехала с работы в это же время. И мне кажется не было так темно. Неужели так резко? Приходит ночь рано. Ну темнеет я в этом смысле. Главное справа видно вам такой красный-красный закат солнца. Такой красивучий. Здесь вот на спуске. Здесь всегда красиво очень. Буквально немножко-немножко спускаемся. И надо стараясь здесь, когда совсем красиво, включать камеру, чтобы не только самой любоваться. Ну и вам показать. Но эта красота, она так быстро исчезает. Сейчас немножко спустимся вниз. И все. И все. А потом это же самое солнышко уже потом, когда полярная ночь закончится. Начинается она по... Ну как законно, да? 2 декабря, как по мне, она еще гораздо раньше начинается. Потом, когда уже она заканчивается. И с этой стороны все время я жду, когда это солнышко после полярной ночи, начнет вылазить обратно. Прям сейчас прям много и долго. Обычно уже на этом моменте ничего не видно. Тут прям до сих пор такая красота. Прям смотришь на небо и любуешься. Краски невероятные. Решила сделать Коля блинчики накануне позавчера. Меня только спрашивают. Лена, а ты когда блины делаешь, чем ты мешаешь? Я говорю, тебе зачем? Да я тут блины надумал себе сделать. Я говорю, Коля, не морочь голову. Ты больше будешь искать все ингредиенты, чем я тебе эти блины побыстренькому сделаю. Но это был тонкий намек на толстые обстоятельства. Я надела блинов целую гору. Вчера приезжал Андрюшка. Вечером прихожу, два блина. Два блина на тарелке. Я говорю, сейчас Андрей приедет. Он такой, ну я Андрей вот эти два блина оставлю. Я говорю, съедай. Андрей не такой блиноед. Он, правда, мне блины не любит. Может съесть один там иногда, но как бы это для него есть блины, нет блины, ему все равно. Вот. И сегодня решила снова замесить Коля блинчики. Сделаю ему створожком. Все, блинчики готовы. Там творог и творог с черничкой. Это вкусно. Вот. На ночь нельзя, но на работу я один блинчик обязательно возьму. А я все больше приобщаюсь к мужским игрушкам, да. Давай тебе тоже надо к мужским штучкам. Короче, вот это вот заказала прибор. Здесь маленькие сверла разных размеров. Потом шлифовать вот такие вот штучки. Вот еще всякие прибамбасы. Короче, это все для моего, конечно же, рукоделия. Я уже говорила, что мне нужна мини-дрель. Мини-дрель для того, чтобы делать дырочки. Но я посмотрела, вот эта вот штука, она не намного дороже этой мини-дрели. Хотя это тоже называется мини-дрель, но это, вот видите, с дополнительными насадками для шлифовки. Шлифую я наждачкой края. А тут вот, пожалуйста, вставил вот эти вот. Тем более между, там, допустим, если крылья ангела, между крылышками неудобно подглазить. А тут всякие вот такие вот штучки, мужские, да, или стоматологически тоже похожи. Вон какая есть. Главное, чтобы Коля у меня ничего тут не увел, он еще не видел. Вот эти вот тоже для шлифовки. Точки-дрючки. Короче говоря, у меня теперь есть мужские игрушки. Вот. Лена, не зря меня, не знаю, кто-то придумал, но... Наверное, папа царства небес. Он всегда называл меня, да, дочь механика. Потому что... Потому что я все время интересовалась всякими железяками, там, проводами, не знаю, там, отвертками. Что-то мне все-то надо. Я крутила, что-то ремонтировала. Я уже говорила, что могу розетку, ну, это еще ту самую элементарную поменять. Ну, которая в Советском Союзе. Розетка, выключатель я меняла сама. Вот. Утюг могла разобрать, тоже старый, там, если что-то перепалилось, там, провода их заизолировать. Все нормально сделать, чтобы нигде не соприкасалось. Короче, что такое, самые элементарные вещи по электрике я умею делать. Потому что, не знаю почему, потому что, наверное, мне это нравится. Все любопытно, то-то-то-то. Чего-то в жизни узнаю новенькое. Вот. Ну, сейчас все уже более-менее продвинутое. Я вот эти вот нынешние розетки, выключатель даже не меняла. Ну, во-первых, у меня есть муж для таких целей. Хотя и раньше у меня был муж, а я сама... А, нет! Я еще помню у бабушки, царство небесное, у нас розетка вспыхнула в рубежном на Украине, да. В туалете вырубила эти все рубильники, я разбирала. Потом где-то... А, раньше сложно с этим всем было. Ну, короче, я как-то это все дело устранила, да. Так что вот так вот, так что вот так вот, кому-то подсемить, обращайтесь, я вам еще сделаю. Но это не точно. Достала из молда очередную работу. Такие штучки я еще не делала. Там молд необычный, ровный, он такой посложнее. Но у меня получилась, и знаете, какая красота. Вот когда вытаскиваешь, есть такие изделия, где острые края. Здесь вот острые края. Смола, она очень острая, когда застынет, если застывает именно вот таким краем. И вот эта вот штука, которую я заказала, как раз вот здесь пригодится шлифовать. Вот эти вот края шлифовать. Не надо сидеть ни с пилочкой, ни с наждачкой. Прошусь и будь здоров. Так что, вот такие штучки я еще буду делать. Мне вот эти вот тарелочки нравятся, просто безумно нравятся. Вот эти вот тарелочки разные. Ну, а не тарелочки, не тарелочки, а подставочки, да, подставочки, блюдечки. Не знаю, как их назвать, но как хотите, назовите. Так и это вот, это и под украшение, под конфетки, под ягодки. Просто вот, не знаю, мне кажется, так это здорово. Очень классно. Я села, смонтирала видео, хотела позаниматься смолой, решила проверить сообщение. Пришло сообщение от Ольчика. И опять полюбуйтесь, какая красота. Сейчас у нас за окном там вообще даже желтых листиков практически не осталось. В Брянске это что-то с чем-то. То ли лето, то ли осень. Ну, тут видно, что желтенькое. Там еще и зелененькое было. Цветочки. Какая красота. Какая красота. Ольчик посвежела, помолодела. Да, и Санек что-то там это, улыбака. Вот. Уже в курточках. Здорово. Здорово. А тут вообще, ну зеленое все. Какая осень. И кленовые листики на земле. Боже мой, какая прелесть. Какая прелесть. Мурманс город хороший, но у нас столько не хватает здесь тепла. Так его мало. Сейчас он видосик посмотрим. Так, Ольчик, давай озвучивай. Что мы видим? Показывай только. Ну, иногда озвучивают, а вот сейчас просто вот любуйтесь. Где-то гадают. Вот под ногами шуршор. Наверное, сюда-обратно не особо-то и хочется. Ну, кленов там, конечно. Знаете, листья. Столько кленов. А, это желтый клен. Красота. Идет шуршир. Теловая такая. Оля, ты шуршунчик. Поняла? Это я шебуршут. Да, вдруг я про что и говорю. Видите, я даже еще не видела это видео. Она шебуршит. Ты не шуршунчик, ты шебуршунчик. Вот тоже листья. Тоже шебуршать будет? Ну, нравится, ей нравится. Ага, слекает по листочкам. Красота. И музыка играет. Пар какой-то. Ага, миска вон. Так, что еще тут у нас есть? А так, ой, не падать. Храм какой-то. Береза или ива. Береза, наверное, да, белая береза. Красота. Как здорово. А ну-ка. Кто же где-то прогуливается? Стелла какая-то. Красиво. Санек. Помощь, ручкой. Так, повесенье приходит. Господи, они там гуляют и наслаждаются. Я поставляю. Как приходится. Это я шуршу кленами. Кленов. Кайфово. Мурмочки, такого нет. Этот балдеж необыкновенный. Ну вот, я смотрю, я смотрю вместе с вами. Каждый год проезжает, чтобы пошуршать и походить кленами. Да. Это классно. Даже у нас от мурмочки нечем. Но есть листики валяются, конечно, чтобы в таком количестве. Чтобы так походить, пошуршать. Это сложно. Найти. У нас один плёс здоровый. На территории вокзала. Туда бы попасть до снега. Хотя бы листики пособирать. Все красные. И опять лошади. И снова лошади. Раз, два, дети цыганские. Это она максимально приближает. Какие-то дворные ухоженные. Какие-то палки, ёлки. Палки, ёлки, дом и пони, да? Они там рассады какую-то, хоть цветочек какой-нибудь посадили бы. Наблюдая за Филькой, гляньте, что делает. Он катается с горки. Он просто залазит на этот домик на свой. И с него пытается съехать. То взад, то вперёд. Он не застрял, нет. Ему нравится. Ему нравятся вот эти вот все манипуляции. Филь. Время-то уже вечернее. Ну и чё ты там? Голову задрал. Лежит, загорает. Когда на видео кажется, что Филя застрял. Или подавился. Это не так. Потому что, когда он ест, кажется, что он давится. Но черепахи так едят. Ну, не очень понятно, как они едят. Но такое чувство, что он давится. Они едят. Потом лапки вот так вот с себя сгребают. Ну, с ротика еду с мордочки. Вот сейчас он как будто бы застрял. Ничего не застрял, да? Всё. Посидел. Поскрябался. Сейчас развернётся. Может подойти сюда ко мне. Он любит сидеть вот с этого края. И наблюдать, чем я занимаюсь. У него такое хобби. Любимое занятие. Но сейчас он это не хочет делать. Он лазит по своей территории. Вечернее у него мероприятие. Кстати, Мася неравнодушна к перемещениям Фильки. Мася следит за Финой, да? Мася, что он там делает? Ну, полужает. Поспи, подремай. Скоро пойдём уже вместе. А у меня есть снова здравствуйте. Что там такое? Что там такое? Кто там такой? Гулечки прилетели. Вчера немножко монтировала. Немножко занималась смолой. Так меня это дело увлекает. Так это затягивает. Что-то хочется фантазировать. Особенно, когда что-то сделал. И вот это вот на следующий день вынимаешься с формы. Смотришь, что у тебя получилось. Это так здорово. Это так интересно. Ты куда полезь? Ты куда полезь? Ну? Ну, кстати, вот тут у меня болты пришли. Я надеюсь, они подойдут к моей машине. Ну, на зоне написано было, что к моей в том числе подходит. Короче, когда Саша менял колёса, ну, он же выкручивал болты. И у меня два болта. Два болта сломались в одном и том же колесе. Представляете? Вот так вот трезь и всё, так ломались. Вот такое вот качество хреноватое. И он замучился. Сначала пытался их выкручить, вот эти вот кончики. Просто. Потом он сваркой наваривал что-то. Потом на эту сварку ещё какие-то вот эти вот, ну, типа гайки, да, приваривал. Потом эти гайки откручивал. Они, ну, отваливались опять. Короче, он замучился. Вот просто замучился, и он меня выкрутил. И вообще для меня это нереально. Вот этот вот штырь, да. Я думаю, как он будет это делать? Хорошо, у него все приспособы дома есть. О, дома. Разве сварка. Тут вот он наваривал, откручивал. И надеюсь, это эти мои болты. Кстати, можно взять на работу. А, Ликолю вечером попросить. В принципе, я сама могу закрутить, но я не затяну так, как положено. Ладно, посмотрим. И, кстати, кстати, меня засмотрят и мужчины вышла на улицу. Подумала ещё, да, озвучить. И напишут мне, Лена, ты что, с ума сошла? Ездишь на двух болтах на переднем колесе. Ну, я сказала, что мне на двух болтах. Сказала или нет? Вернее, на переднем колесе два болта обломались. Нет. На передних колесах всё нормально. У меня по четыре. А на задних колесах на каждом по три. Поэтому всё хорошо, всё нормально. Я вижу. Не очень опасно. Вот моя машина, кстати. Посмотреть. Пойму я, не пойму. Такие, не такие болты. Ну, там просто что с дыркой внутри. Ладно, так не понять. Сейчас приеду на работу, попрошу ребят, пусть закрутят. Я уже отработала. Была в фикс прайсе. Много чего там интересного. Новогоднего много чего. Новенькое есть. По сравнению с тем годом. То, чего я не видела. Сделала фоточки. Фоточки я выкладываю. Свой телеграм-канал. Прям день в день, как снимаю, так и выкладываю. Иногда прям сразу сняла и выложила. Так вот, кому интересно, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка есть внизу в описании. И там сразу вы всё увидите. Сюда я. Ничего не снимала с фикс прайса, но покажу свои покупочки. Вот так вот я всё выложила в хаотическом порядке. Много там чего. Ну, не много, но есть чего осеннее. И в том числе на Хэллоуин осеннее. Но я покупаю себе как декор. Сейчас что-то опять скажет. Пылесборник. А мне всё равно. Мне нравится, значит мне нравится. Пусть будет по вашему пылесборнику. По мне красиво. Вот у меня уже есть такой лукошка. И вот эта вот тыковка очень сюда хорошо подходит. Затем увидела вот такие вот крючки. Ни разу не видела крючки для ёлочных игрушек. Я же делаю игрушки новогодние. Вот эти вот оленяи. Они все должны цепляться. И прям взяла побольше этих крючков. Потому что они мне все пригодятся. Разных цветов под разные игрушки. Взяла даже с запасом. Пусть это уже будет не Новый год. А что-то я буду делать. Какие-то декорации. И же надо подвешивать. Эти крючочки, они... Вот этот набор, да, 20 штук, стоят 50 рублей. Они такие славные. Такие-то интересные. Так что первый раз вижу. Взяла прям себе про запас. Потом я же буду дарить подарки на Новый год. И эти штучки, вот тоже, не помню, 50 рублей. Просто клеить на подарочек. И это будет красиво. Затем вот такие вот носочки. Ну, они брестские. Представляете, брестские носочки. Эти носочки тоже на подарок. Эти купила себе. Я много носочков повыбрасывала старых. Вот. А сейчас на зиму одни теплые купила до этого. И сейчас вот такие тоже тепленькие увидела. Взяла коротенькие. Ноги что-то в последнее время отекают. И у меня вот такие носочки хорошо. Буду носить прямо вот завтра. Могу одеть. Потом вот эти вот штучки. Это новогодние. Что-то может быть себе. Может на подарок. Понравились мне вот эти вот птички. Взяла их две. Так, их две. Потом там. 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 Тарарам. А где-то еще одну не вижу. А, вон. Какая-то коллекция вот из такого стекла. Из такого стекла. Очень красиво. Вот эту я забрала последнюю. Я обожаю стеклянную посуду. С крышкой. Да, допустим, еда остается. Кастрюлю, чтобы не пихать. Поставил. А вот эта так красиво смотрится. Ну, у меня есть стеклянные с крышкой. Но они прямоугольные две. А вот эта вот такая будет высокая. Вот, Лена последнюю урвала. По-моему, 290 с чем-то стоит. Затем вот такая классная чашечка, стаканчик вернее. С юничкой. Такой вот юничкой. Такой милый. Такой шлавный. Было два таких стакана. И это, я знаю, кому подарю. Это будет на Новый год подарок. И я уже знаю, для кого это куплено. Так. Потом купила вот такие вот четыре блюдечка. Хочу их залить красиво. Вот. И будет, ну, такая вот композиция. Да, они недорогие. По-моему, 50 рублей. Вот. Здесь что-то красивое залить. И она будет как вот, как украшение. Ну, не знаю. Увидела, захотела. Захотела, купила такие блюдечка, четыре штучки. Допустим, два и два. И вот эта чашка, это из той коллекции, которая вот это вот все в таких цветах. В таких вот цветах. Как он? Господи. Янтарный. Во, янтарный цвет. Ну, ближе к янтарному. Красивый. Вот. Такая легкая чашечка. Вообще легчайшая. Там были и фужеры, и еще что-то. И графины. Ну, видимо, подбирают. Мне так понравилась. Она такая прям, ну, чашки у меня есть. Ну, не знаю, захотела и купила. Господи, слушай, не могу себе чашку купить. Вот такая чашечка. Потом, потом суп с котом, фикс прайси. Все это мне все тут вмотали, заматывали. И рядом с фикс прайсом там магазин. Мы уже с Иночкой подобно заходили, где уцененные цветочки. Так, уже от уцененного цветочка отломалось. Ну, это я не смогу посадить. Я купила суккулент уцененный. Сейчас достану. Вот он. Вот такой вот интересный суккулент. 195 рублей. Это уже цена по уценке. До 80% уценивают. Надо его пересадить. Вот. И, возможно, он меня выживет. И пока я, пока я смотрела цветочки уцененные. Я спионерила два отростка. Не знаю, выживут они или нет. Сейчас покажу. До этого у меня два спионеренных. Мама, Сеночка спионерили два. И они, не знаю, как у нее, у меня выжил. Ты там живой, товарищ? Так. Вот он. Вот он. Что-то как-то он зачах. Как-то зачах. А то прям хорошо-хорошо так пошел. И туда же сейчас вот эти вот запихаю. Короче, такой же был листик. На листике были отростки. На этих листиках отростков нет. Но я думаю, что отсюда что-то должно вылезти. Я сейчас их прикопаю. Вылезет так вылезет. Не вылезет так не вылезет. Что? Цветы надо воровать. Вот я и украла. Два отростка. Все равно они по браку шли. Да? Может, вообще никто не купит. Может быть, и выкинут. А я вот, может быть, спасу. Но это не точно. Тебе надо, да? Она, кстати, у меня уже воровала. Вот этот вот один кусочек. Воровал ее, не забрал. Потому что она ведьма. Ведьма воровучая. А, я оглянулась на стол. Вот эти вот были гномики в том году. В том году они были дороже. В том году они были дороже. А в этом году по 100 рублей. Такие гномики интересные. Тоже можно и на подарок. И себе куда-нибудь к тому году повесить. Ну, такая вот. Или поставить даже не стоят. Вон. Милота новогодняя. А напоследок я спою. Шутю. Шутю на воркутю. Напоследок покажу мои новые работы. Вот такой вот ангел. Так. Из-за того, что вы не видели. Потом вот такой вот красивый олень. Олени эти просто мне так нравятся. Вот эти вот рога закрученные. Вообще обалденные. Так. Затем. Затем вот такая еще елочка. Такая вот. Затем вот такая вот елочка. Посередине тоже олень. Все заливается слоями. Сначала темная. Потом остальные. Там три слоя у меня. И. Ить. Достаю. Вот такая вот змейка. Вот. Это из последних работ. Ну и все. Ну и все. На сегодня все. Всем пока. Всех люблю. И конечно же до новых видео.